Микроскопическую диагностику гермоногенных опухолей Патолог должен обладать и клиническими данными, такими как возраст, потому что это важно до исследования самого яичка, либо гонады, либо вне гонадной опухоли, так как, например, в детском возрасте чаще всего мы наблюдаем опухоли желточного мешка, это ротому препубертатного типа, в молодом возрасте чаще это семеномы, смешанные опухоли. В пожилом и старческом возрасте мы ожидаем увидеть либо лимфому, либо спермацитарную опухоль. Также нам важен анамность заболевания и жизни, наличие крипторхизма, травмы, длительности процесса, фокальность процесса и обязательно в направлении должны быть указаны уровни опухолевых маркеров. И метастазы, их локализация забрюшинные, также средостения, либо шеи, и очень редко это могут быть паховые лимфоузлы. При микроскопическом исследовании мы обращаем внимание на цвет опухоли, на ее структуру, наличие кист, доль четовостроения, количество некрозов, кровоизлияний и также ее расположение. Расположена ли она в гонаде тотально, субтотально, либо, например, она располагается в придатке, либо в паратестикулярных тканях. И все герминогенные опухоли следует подтверждать иммуногистохимическим методом. На самом деле сейчас существует большое количество маркеров, но удобнее всего пользоваться... В нашей лаборатории мы используем в основном пять вот этих перечисленных. И за редким исключением мы можем добавить, например, ХГЧ, если мы подтверждаем хорин-карциному. Почему именно эти пять? Потому что САЛ-4 это пангерминогенный маркер, мы его используем преимущественно на метастазы, либо на вне гонадной опухоли. ОК-3-4 помогает нам дифференцировать опухоль желточного мешка от всех остальных. Подопланин, то есть D2-40, высоко специфичен и чувствителен для семеном, CD30 для эмбриональной карциномы. И глипикан мы используем для подтверждения опухоли желточного мешка. Начнем мы с семеномы. Семеномы это самая частая герминогенная опухоль яичек, яичников и всех вне гонадных областей. Чаще всего это люди трудоспособного возраста. Она не бывает в пребупертатном возрасте. Метастазирует она чаще в забрешенные лимфоузлы, лимфоузлы средостения, области шеи и очень редко в паховые лимфоузлы. Ассоциировано с неоплазией ин-ситу герминально-клеточной. Макроскопически это серо-бежевая дольчатая опухоль мягкоэластичной консистенции. Очень редко бывает с некрозами и кровоизлияниями. Она имеет четкие контуры и может быть в виде нескольких узлов. Микроскопически в основном эти опухоли имеют солидное строение. Также могут быть тробикулярного строения, либо в виде единичных клеток. Очень характерно для семеномы фиброзные прослойки разной степени выраженности с лимфоидным инфильтратом. От единичных лимфоидных клеток до выраженного с образованием фолликулов. Также клетки сами крупные, округлые, с бледной, зенофильной, выраженной цитоплазмой. У клеток очень четкие границы, они не наслаиваются друг на друга. Ядра полигональной формы в центре клетки и ядрышка в основном единичная, в центре ядра. На этом слайде представлена солидная семенома. Клетки имеют поверхностное натяжение. Они отталкиваются друг от друга. Здесь представлен тробикулярный паттерн роста. Вот это семенома. Это сеть яичка. Также клетки семенома могут быть в виде единичных клеток, как в лимфоидном инфильтрате. Вот здесь мы наблюдаем лимфоидный инфильтрат. Единичные клетки семеномы. Также они могут лежать совершенно отдельно. И это может создать большие трудности, если семенома, например, средостения, либо тимуса. Такие клетки видны, но не всегда очевидны. Их можно перепутать с лимфоцитом или еще с чем-нибудь. Также семенома может образовывать глондулярно подобные структуры. Очень редко. Здесь мы видим выраженные фиброзные прослойки с умеренным лимфоидным инфильтратом клетки семеномы. Выраженная фиброзная прослойка между клетками с слабым лимфоидным инфильтратом. Мы видим четкие границы между клетками. Ядра полигональной формы с умеренным полиморфизмом. Здесь очень невыраженная строма в виде единичных прослоек. В некоторых из них содержатся сосуды и единичные лимфоидные клетки. Здесь, наоборот, очень выраженный лимфоидный инфильтрат. На фоне него очень хорошо контурируются клетки семеномы. У них четкие границы, округлые. И ядра бывают либо полигональной формы, бывают округлые. И в центре мы увидим часто ядра, ядрышка единичная. Здесь мы можем встретить единичный метоз. Раньше выделяли семеному с большим количеством метозов. Сейчас их не выделяют. Метозы могут встречаться редкие. Могут быть с высокой методической активностью. И здесь, при ближайшем рассмотрении, мы видим, что все клетки лежат на расстоянии друг от друга. Ядра действительно полигональные. С умеренным полиморфизмом. Выраженными ядрышками единичными в центральной части клетки. И фиброзные прослойки с единичными лимфоидными клетками. При иммуногистохимическом исследовании САЛ-4 позитивное ядерное окрашивание. Это пангерминогенный маркер. Также ОК-3-4 будет позитивен в семеноме. Это ядерный маркер. Но при высокой экспрессии этого белка он может попадать в цитоплазму. И высокоспецифичный для семеном маркер. Это подопланин Д2-40. Выраженное мембранное окрашивание может быть слабым при отсутствии достаточной фиксации материала. Либо нарушение проводки и различных процессов додиагностических. Дифференциальная диагностика. В первую очередь это с опухолями герминогенными. Это эмбриональный рак, опухоль желточного мешка, спермоцитарная опухоль и лимфомы. Здесь мы видим лимфому. Семеному. Видим, что все клетки как будто раздавленные пузырьки воздуха под стеклом. Они все не перекрываются, не кучкуются. И наоборот. Эмбриональный рак. Они сливаются в одну кучу, наслаиваются, группируются. И образуют железистоподобные структуры. Также могут быть фиброзные прослойки невыраженные, но без лимфоидного инфильдрата. Здесь тоже самое семенома. Здесь мы видим меньше храниц. Это зависит все-таки еще и от обработки материала. Но эмбриональный рак имеет высший полиморфизм, много апоптотических телец и очень много метозов. Здесь тоже самое. И эмбриональный рак может образовывать железистоподобные структуры, группироваться, кучковаться. При иммуногистохимическом исследовании подопланин высоко специфичен для семеномы. И эмбриональный рак негативен. Также почему редко используем плав? Потому что плав в семеноме может быть окрашивание от отсутствия довыраженного мембранного. Здесь мы видим очень слабое. И в эмбриональной карциноме тоже может быть окрашивание опухолевых клеток. Что не позволяет провести достаточную дифференциальную диагностику. Также необходимо проводить дифференциальную диагностику с лимфомами. Особенно если это мужчина пожилого или старческого возраста. Потому что в этом возрасте чаще наблюдаются именно лимфомы. Двусторонние либо односторонние. Первичные, ганадные. И с опухоли желточного мешка мы проводим дифференциальную диагностику всех опухолей. Потому что опухоль желточного мешка мигрирует под все герминогенные опухоли. Про желточный мешок мы остановимся чуть позже. Эмбриональная карцинома очень редко бывает в чистой форме. Также ассоциирована с интратубулярной герминогенной неоплазией инситу. И очень часто манифестирует с метастазов. Макроскопически это серо-бежевая опухоль с множествами некрозов, кровоизлияний. Она бывает солидная, с единичными кистами. Микроскопически преимущественно солидного строения. Либо трабикулярного, глондулярного. Состоит из крупных клеток с бледной цитоплазмой. С очень выраженным полиморфизмом. Границы клеток нечеткие, ядрышки крупные, может быть не одно ядрышко. Гетерогенный хроматин, множество метозов. И что характерно для эмбриональной карциномы, могут встречаться некрозы. Клетки кучкуются, наслаиваются. Очень часто мы видим поля, в которых мы не можем отличить границы отдельных клеток. Множественные участки глондулярно-подобных структур. Вот здесь, например, просто каша из клеток. Клетки крупные, с высоким полиморфизмом. Мы видим множество апоптотических телец. Бывают очень сформированные глондулярные структуры. Их нужно дифференцировать с обхоли желточного мешка. В этом нам может помочь, естественно, иммуногистохимическое исследование. Здесь клетки эмбриональной карциномы поближе. Апоптотические телца. Клетки наслаиваются. Ядрышки выражены. Выраженный полиморфизм. При иммуногистохимическом исследовании PSAL4, OR3-4 также позитивный. И высоко специфичен для эмбриональной карциномы. Это CD30. Мембранное окрашивание очень часто бывает бледным. Но это не исключает его позитивности. Дифдиагноз обычно семеномы и опухоли желточного мешка. Вот, например, здесь мы видим четкие границы между клетками. Это эмбриональный рак. Здесь мы видим стертую картину. Но все же здесь клетки больше похожи друг на друга. Здесь они могут наслаиваться, группироваться, из-за чего создавать глондулярно подобные структуры. И при иммуногистохимическом исследовании назначаем CD30. И он позитивен в эмбриональной карциноме. Также обязательно проводим дифдиагноз опухоли желточного мешка. Для этого нам может подойти ОК-34, потому что он выпадает в опухолях желточного мешка. В эмбриональном раке он может быть ядерный, либо ядерно-цитоплазматическое окрашивание. Опухоль желточного мешка постпубертатного и пребубертатного типа выглядит одинаково. Разберем именно постпубертатный тип. Очень редко бывает в чистой форме. Также нам поможет на моменте исследования направления. Должно быть указано, что у пациента есть высокий уровень альфа-фетопротеина. Также она ассоциирована с инситу. И макроскопически это солидное образование, либо кистозное. Множественные кровоизлияния и некрозы могут присутствовать, как и при опухолях, при эмбриональной карциномии. Выделяют множество микроподтипов. Остановимся на основных. Чаще всего она солидная, либо папиллярные образуют структуры. Различные железистые. Выраженный архитектурный полиморфизм и слабый клеточный полиморфизм. Она может мимикрировать под эмбриональный рак. Может мимикрировать под семеному, хориан-карциному. Может наблюдаться у нее выраженная строма. Может быть миксоидная строма. Клетки сами некрупные, с умеренным полиморфизмом, я уже сказала. И что характерно для опухоли желточного мешка, это тельца Шиллер-Дюваля. Здесь мы видим множественные псевдопопиллярные структуры. Клетки некрупные, с умеренным полиморфизмом. Здесь, например, мы видим солидный участок и множественные кистозные участки с кровоизлияниями. Здесь также образуются солидные участки, микрокисты. Это характерные тельца Шиллер-Дюваля в центре сосуд, по периферии клетки желточного мешка. Вот здесь они более наглядны. В центральной области тельца Шиллер-Дюваля сосуд, по периферии клетки желточного мешка. И эта структура находится сама по себе в кисте. И вот здесь. Также она может имитировать семеному в виде солидных полей и лимфоидных инфильтратов в строме. Здесь множественные тельца Шиллер-Дюваля, кисты, солидные участки. Вот такая, может быть, география выраженная. Здесь солидные участки опухоли желточного мешка. Здесь они уже немножко веретинно-видно-клеточную форму приобретают. И, может быть, в разной степени также выраженности лимфоидные инфильтраты. И миксоидная строма. При иммуногистохимическом исследовании, обращаем внимание, САЛ-4 будет позитивен. ОК-3-4, самый важный, наверное, маркер для опухоли желточного мешка, он будет негативен в 100% случаев. И высокоспецифичный для этой опухоли глипекан. Дивдиагноз семенома эмбриональным раком. Это было уже обсуждено. Вот, например, здесь. Плохо профиксированная семенома имитирует образование железистых структур. Выполняем ОК-3-4. В семеноме он позитивен, в опухоли желточного мешка негативен. Также выполняем подопланин. Он позитивен в семеноме, негативен в опухоли желточного мешка. Спермоцитарная опухоль. Это очень редкая опухоль. Чаще всего она у пожилых мужчин. Она не ассоциирована с крипторхизмом. Она не ассоциирована с интротубулярной неоплазией ин-ситу. Метастазы описаны единичные случаи в литературе. И она в 9% билатеральная. Она может быть солидного строения, кистозного, тробикулярного. И ее отличие от всех остальных микроскопически это то, что она состоит из трех разновидностей клеток. Это мелкие клетки, средние клетки и крупные клетки. Здесь они все представлены. Крупная клетка, мелкая клетка и средние. В разном количестве. При иммуногистохимическом исследовании она тоже ОК-3 негативна, подопланин негативна. Чаще всего мы ее дифференцируем с семеномой. САЛ-4 позитивен. И в ней будет позитивен СИДИ-117. Обязательно обращаем внимание при такой форме на возраст, на наличие и отсутствие метастазов, на наличие и отсутствие опухолевых маркеров сыворотки. И большая группа – это смешанные опухоли, это самые частые опухоли после семеномы. Они могут сочетаться совершенно в разных пропорциях, совершенно могут быть представлены разными гистотипами. Например, здесь мы видим эмбриональную карциному и семеному в виде трубикулярного роста. Очень частые формы – это диффузные эмбриомы, это сочетание эмбриональной карциномы и желточного мешка. На первый взгляд мы здесь видим вроде как эмбриональную карциному. И если приглядеться, между группами эмбриональной карциномы мы видим нежные тоненькие клетки с зинофильной выраженной цитоплазмой. Выполняем эмбриональное гистохимическое исследование. САЛ-4 позитивен. При выполнении ОР-3-4 мы видим, что эти клетки нежненькие между эмбриональной карциномой, они не окрасятся. Назначаем глипикан и подтверждаем, что это смешанная форма эмбриональный рак плюс опухоль желточного мешка. Обязательно в своем репорте патолог должен указать, какая это форма опухоли. То есть это смешанная, либо это чистое. Обязательно указывается процент каждого компонента. Особенно это важно для эмбриональной карциномы. Обязательно указываются все те пункты, которые влияют на стадию. Это инвазии в оболочке яичка, это лимфоваскулярная инвазия и инвазия в семенной канатик. У меня все. Спасибо за внимание.